Продолжение следует... То есть политолог-курильщика и политолог здорового человека, как они относятся между собой к конспирологическим теориям? Используют ли они это? Вообще политолог-курильщика отличается пристрастием к простым объяснениям. Он вообще стремится объяснить все. Хотите взбесить специалистов в любой сфере знания, скажите ему слово «просто». Вот когда человек говорит, что все просто, это они просто нас ненавидят. Или там, это просто у нас президент плохой, надо его прогнать, тогда будет хороший президент и все будет хорошо. Простота – это признак убогого мышления. Значит, ничего не просто. Наша наука изучает крайне сложные системы и крайне сложные процессы, как любая наука об обществе. Значит, человеческий мозг сложнее всего во Вселенной. А социум – это констелляция мозгов, вступающих во взаимодействие друг с другом. Ничего сложнее этого не бывает. СОЦИУМ Поэтому простые объяснения, простые сюжеты… А конспирологические объяснения о теории заговора, они всегда простые. Что такое конспирология? Конспирология – это минус мышления. Это отрицательная рациональность. С одной стороны, она обладает признаками рациональности. Научная картина мира еще складывается. Значит, мы берем бесконечное множество фактов, выделяем из них главные, откидываем то, что нам кажется второстепенным, и выстраиваем некую последовательность. Вот у нас есть научная картина мира, которая достаточно гармонична. Конспирология вроде бы делает то же самое. Она тоже берет какие-то факты, часть придумывает, но какие-то и берет. Откидывает все остальное, как незначимое, и выстраивает из этого свой сюжет. Их сюжет, сюжет конспирологов, он всегда прост и линеен. В нем всегда есть дихотомия зла и добра, которые борются между собой. Еще один признак политолога-курильщика – это, конечно, раздача оценок. Если вам рассказывают, что вот это вот однозначно плохо, а вот это вот однозначно хорошо, если вообще говорящий как-то очень сильно уверен в том, что он вот сейчас вам выставил эти полюса, и сейчас он вам расскажет, как отличить добро от зла, это не очень хороший признак. Хороший признак – это человек, который говорит, если я не ошибаюсь. Я, если ошибусь, скажу, что наука не перешла к единому мнению. Мы не знаем. Это вне сферы моей компетенции. Это хороший признак. И также такие вот слова-маркеры, как там тип «шоб не соврать», если память меня не подводит. Очень плохой признак, когда человек говорит «сейчас я вам правду скажу». Или так, давайте честно, давайте прямо, вот это вот, значит, сейчас вам будут врать. Это не только к политологии относится, это вообще психологи нам говорят, и это те признаки, которые не обманывают. Я вам даже врать не буду, есть такое выражение. Хотя казалось бы, да, как бы я сейчас мог прекрасно врать, но не буду. Вот если честно, да, вот это вот, берегитесь, такого рода словоформы, они, в общем, достаточно красноречивые. Продолжение следует...